Новосибирская неделя 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 Мы вандалы Новосибирская неделя 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 Все в едином реабилитационном пространстве. Практически три учреждения. То есть Центр реабилитации детей и подростков, Центр службы ранней помощи и Центр социально-трудовой адаптации, которого у нас в городе нет. А пока новый дом для Олеси в Дзержинском районе – это уже шаг к новым возможностям для реабилитации. Значит, особенные дети будут гораздо быстрее адаптироваться и преодолевать недуги. В городе стартовала декада инвалидов, но в Новосибирске люди с особенностями здоровья ежедневно получают помощь и поддержку. Об этом поговорим с начальником департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Ольга Борисовна, что будет происходить в эти 10 дней и чем отличается поддержка людей с инвалидностью в это время? Как бы много ни делалось в городе и в области для людей с инвалидностью, какие бы мероприятия мы ни проводили, все равно зачастую к нам обращаются люди с жалобами, что в декаду инвалидов к ним повышенное внимание, а в перерывах между декадами этого внимания нет. Конечно, все эти упущения нужно исправлять, потому что за каждым из них стоят живые люди, которые остро нуждаются в поддержке государства. Задача декады – привлечь как можно больше внимания общественности, граждан к вопросам, связанным с проблемами людей с инвалидностью. Будет проводиться максимальное количество разнообразных мероприятий, которые люди с инвалидностью могут посетить бесплатно. Это и разнообразные кинопоказы, и возможность бесплатно посетить спектакли. Одна из главных целей декады – вывести человека из привычного окружения. Насколько иногда сложно людям с инвалидностью выйти из дома? Зачастую бывает сложно, потому что сейчас, конечно, по новым СНИПам новые здания, дома, жилые дома строятся в соответствии с требованиями. Люди живут и в самых обычных домах, построенных в 20 веке. Соответственно, выход из дома может быть затруднен. Дело касается и транспортной инфраструктуры, и светофоров, и обеспечения маршрутов, по которым передвигаются люди с инвалидностью, соответствующим низкопольным транспортом, и предоставлением возможностей доставки людей с инвалидностью к месту, которое они хотят посетить. Специальные службы, такая служба, кстати, в городе существует. Это социальное такси, оно действует уже много лет. Специализированный автотранспорт с носилками и с бригадой санитаров, которые могут перемещать людей на колясках и даже лежачих людей. Вы рассказали про социальное такси. Какую еще соцподдержку получают люди с инвалидностью в Новосибирске? Все возможности по получению необходимых услуг, они в свободном доступе и на сайте мэрии, и на сайте районных администраций. В дни декады, если возникает необходимость или вопросы по получению какой-то социальной помощи, люди могут обратиться по горячим линиям как в мэрию, так и в районной администрации, получить ответ на все вопросы. Есть несколько экспериментальных соцпроектов. Это, к примеру, патронаж. Какие результаты? Начал работу новый социально-реабилитационный центр. Там большое количество самых современных услуг предоставляется для того, чтобы человек мог отдохнуть как в хорошем загородном санатории, поправить свое здоровье, наполниться какими-то новыми силами. Большое спасибо, Ольга Борисовна, за интервью. Ник Вучич, всемирно известный оратор и человек, который доказывает, нет барьеров и даже инвалидность, не ограничения, побывал в Новосибирске. Он собрал в зале пятитысячную аудиторию, чтобы сказать об этом. Я не знаю, кто вы, кто каждый из вас, и что вы сейчас переживаете. Но сегодня я вас хочу вдохновить на то, чтобы вы мечтали безграничными масштабами. Никогда не сдавались. Ник Вучич родился без рук и ног, но получил два университетских образования, стал успешным бизнесменом и отцом. Каждый раз во время встреч Ник признается, он очень любит обниматься и жалеет, что не может обнять всех, кто в этом нуждается. И на этом все о событиях уходящей недели. Еще больше новостей и аналитики на сайте Новосибирские новости. До встречи через неделю. Новосибирск